Осень – пора урожая. У участников этой выставки он золотой. Необычные сорта капусты в вазах, овощи на тарелках и самые разные цветы на фотографиях. Слободским садоводам есть чем похвастаться. В этой выставке я участвую второй год. В прошлом году я тоже в номинации цветовод была победителем. В прошлом году я оформляла альбом всех своих цветников, а нынче просто мне подсказали, что есть такой новый цветок – эустома. Такой очаровательный, такой красивый. Я просто пошла в магазин, чтобы посмотреть, что это за цветок. Накупила всех сортов этой эустомы и попыталась ее вырастить. В переводе даже этот цветок эустомы называется «Поцелуй розы». Он потому что без шипов. Вы сегодня представляете и не родной детский сад. Что такое сад? Мы решили собрать вот в этом альбоме. Сад – это место фруктовых деревьев. Они у нас в изобилии в детском саду. Сад – это место райских цветов. Сад – это место, где счастливы дети. И сад – это наш золотой петушок. Виноград и груши не с прилавка магазина, а с собственного участка. Людмила Самарина победила в номинации «Лучший садовод». В прошлый год тоже участвовала, но в прошлый год мы виноград уже весь съели, когда был конкурс. Поэтому только фотографию предоставляли. Себе задала такое задание, что нынче я с оригиналом приду, не только с фотографией. Вот и держала на кусту ягоды до победы. А когда-то Людмила Самарина не испытывала особой тяги к садоводству. Вот только вырастить виноград мечтала с детских лет. Это нереально просто здесь в наших краях было виноград выращивать. А потом, когда я работала, у меня напарница была, она приехала с юга сюда жить. И я как-то в беседе с ней и говорю, вот у меня такое желание виноград вырастить здесь. Она говорит, попробуй, может получится. И я попробую, и получилось. Сорта раннеспелые, а по морозоустойчивости они как бы, они не боятся сильных морозов, потому что лоза прячется под снег, и она там сохраняется. Такие конкурсы-выставки ежегодно проходят в каждом районе области. Лучших награждает руководитель регионального отделения Союза садоводов России. Кто-то везет на машине или на тачке тыкву. На этой тыкве дети у них сидят, играют. Настолько она велика, настолько она хороша. Я была в Подосиновце, в УЗе. Там приносят на выставку северяне, жители Северо-Кировской области, арбузы. Мне просто приятно смотреть, как люди стараются, настолько увлеченные. Выращивают, там заказывают по почте 41-й сорт розы. Они увлечены, они любят это занятие и передают это своим детям, своим внукам. Самые активные садоводы и цветоводы живут в Афанасьевском, Богородском и Уржумском районах. Малмыш – сторона виноградарей. Кто знает, может и Слободской когда-нибудь будет в числе лучших.